Особое мнение на 101FM И благоустройство Тут буквально вчера Глава Кировской администрации Вячеслав Симаков Обратил внимание на то, что В местах раскопок, там где у нас Перекладываются, меняются сети Подземные коммуникации, отсутствуют Работники Хотя погода хорошая, казалось бы Быстрее это все сделать, чтобы доставлять Как можно меньше неудобств жителям областного Центра, вот Вячеслав Николаевич в своем Телеграм-канале написал о том, что будет Каким-то образом общаться С ресурсно-оснабжающей организацией По поводу того, почему вы так Неактивно трудитесь Оправданы претензии сети менеджера? Однозначно Вы со своей стороны Со стороны депутатского корпуса Как-то наблюдаете за этой работой? Однозначно у нас Начался сезон перекладочный Мы постоянно Мониторим весь вопрос В округах Есть аварийная ситуация, есть сейчас плановая Как вот Утсума, да, там по Воровского перекладывают И нас удовлетворяет культура Технология Того, как организовано вот это сделать Тем более Там нам Мы, не мы являемся напрямую заказчиками Заказчиками является ПАО Т-плюсом У него есть субподрядчики Подрядчики, которые Вот этой работой занимаются Мы напрямую контролировать не можем Но у нас Но там, знаете, какая хитрость сделана Сегодня технология такова Что город Администрация города Муниципалитет не может оштрафовать Например, субподрядчика Да Формально потому Ну, я имею в виду ресурсоснабжающую организацию ПАО Т-плюс Структуры ПАО Т-плюс Потому что Они не напрямую сами Делают А разрешение на земляные работы Получает субподрядчик И формально они Получили Организация, которая нанята Для проведения Да, а договорные А договорные Отношения У них с ПАО Т-плюс И вот в этом есть определенная коллизия И мы сейчас предлагаем Изменить ситуацию И говорить Чтобы ответственность ПАО Т-плюс Его структур Там, КТК и так далее Повысить Мы говорим Ребята, вы получаете решение Стретельства Мы с вас сможем Спрашивать Мы с вас сможем штрафовать И уже более серьезно Каким-то образом Значить не штрафовать А привести в порядок Такая же, кстати, ситуация есть И по прокладке газа Да, то есть там Конечно, не мы контролируем У нас тоже Не наши подрядчики Это в основном сельские территории Ну, в основном, да Не центр города А это вот там Новоавиадский район Ну, окраина Октябрьский, Ленинский район Первомайский район Ну, там тоже культура То есть они прокопали Не благоустроили Остается глина Грязь Чаще всего это там Возможно, тротуары Или как бы Те площади, где ходит население Ну, тоже есть вопросы Особенно это сейчас заметно Когда проливные дожди у нас Да, все это потом Все смывает Размакает Грязно очень Мало того, есть там Бывает, знаете, вот Плохо сделали Не успели твердое покрытие сделать Размывает, все это протекает Как это действует Ну, мы понимаем, что Есть над чем работать Еще одна новость Появившаяся в конце Прошлой недели Новость настораживающая Речь там идет о том Что город Киров Выбыл из списка Российских городов С населением от 500 тысяч человек Да, читали По последним данным Росстата В нашем городе сейчас проживают 496 тысяч 941 человек А всего населения Кировской области Мы как-то в последнее время так говорили Миллион двести Миллион двести Далеко уже не так Один миллион Сто тридцать восемь тысяч Только лишь Я так понимаю Сейчас В связи с этим Взгляд федерального центра На нас может измениться Ведь У Москвы существует Ранжирование Городов По числу населения Мы сейчас Попали в список Городов С населением От 250 До 500 И На мой взгляд Мы там по федеральным программам Можем просесть Где-то не попасть Вы уже изучали Да, изучали вопрос У нас, кстати, три года назад Было 546 тысяч В городе Кирове Сейчас Вот 496 Смотрите, там есть Два момента Первый момент Да, мы выбыли из городов 500 тысячников Полмиллионников Да Но там программа Это бывает Эксклюзивная программа Знаете, как бы Дополнительная Но мы остаемся Столицей Федеральной Ну, региональной Киров остается Там столицей Кировской области Поэтому это нас спасает Но какие-то Там эксклюзивные Я знаю Там полмиллионники Там есть определенная Нормативка Она, конечно, изменится И сегодня Я читаю задачи Ну, я понимаю У нас население Отток населения И, к сожалению Уезжает молодежь Нужно решать Социальные задачи А тут пандемия Видимо, в том числе И сказалось Ну, не только Тут не только пандемия Знаете Ну, у нас Самое главное Вот мы не строим Детские сады, школы Да, условия Мы зависаем У нас Не открываются Новые, наверное Возможно ли Новые факультеты Высших учебных заведений Какие-то интересные Современные Вот Есть существо Лицей информационных технологий Сегодня На этом построят Вообще весь мир Почему у нас Только один лицей И там Это получается Надо одному директору Который там Николай Игоревич Царищев Тащит эту Ну, я знаю Что некоторые там Бизнесмены Некоторые политики В 28 школах Более известные Да, да, да И вот сейчас Вопрос решается О том, что построить Именно в Шевелях Самую современную школу Это благодаря там Некоторым бизнесменам Некоторым депутатам Это мой округ И я как бы за это Вот Как бы Радею Стараюсь Чтобы она появилась Но это ведь не просто Что там В моем округе И благодаря там Фирме железной Которая делась Просто Вот им большое Спасибо, респект Это сегодня будет Один из лучших Представляете В этом виде В России Учебных заведений Притом это средний Вот, например Нужно такие проекты и делать Давайте раз К школам перешли Давайте подробно Об этом побеседуем В Шевелях Что там сейчас известно Когда начнется строительство Ну вот смотрите Школа должна была Начаться строить ее В мае месяце Приступить И там Я же знаю Даже некоторые работы Предварительные То есть до прохождения Проекта Через госэкспертизу Были некоторые Инженерные Геологические Изыскания Были пройдены Потому что там Подземная река Из глубокого Она ее не видна А это овраг То есть там нужно делать Ну в принципе Ничего страшного нет Нормальной работы Но Затормозилось первое Что администрация города И там Это Задача например Не Симакова Да сейчас А именно Администрация города До того Фактически бездействовала В 19-м году Мы перевели При предыдущем руководителе Конечно Там несколько человек Которые я знаю Можно им предъявлять Мало того Там похоже вообще на саботаж Они не хотели строить школу Здесь вообще Земля была переведена Вот нормально Только в конце июня Первое В конце июня этого года Да Там в том числе Писали сложности Возникали с С овощными ямами С овощными ямами С собственниками другими Не было единого участка сформировано Это удалось сделать Да Фактически сегодня Это удалось сделать И у нас есть участок Но Вы в курсе что второй Там не хватало денег Там всего миллиард шестьсот На И школу хотят построить Тысяча шестьсот шесть Не хватало порядка Ну вот это порядка пятидеся Может даже семидесяти процентов Для того что построят лицей Обычная школа Не хватало пятьдесят процентов Семьдесят Конечно Половина суммы Конечно Потому что розыгрыш Вот Вы в курсе что Деньги сняли с Шубина Ганина Вот тот Знаменитый проект Читал об этом Да Шестьдесят два гектара Которые там Ничего не было сделано И в итоге Те деньги которые предназначались туда Мы перевели туда И второй Чтобы Там школа была на тысячу двести А здесь тысяча шестьсот шесть Тогда мы еще Сорок восьмой школы Там был Планировался пристроен на четыреста мест Сняли еще четыреста миллионов Вот Те миллион там Двести И эти четыреста миллионов Миллион Миллиард шестьсот миллионов Примерно Да В общем добили до этой суммы Мы добили Но это все равно не хватало И Так как Железно И там Фирма И те люди Которые бизнесмены Которые стоят И депутатский корпус Да Те которые Ну вот в этом Курге Ну часто Раз я этим занимался В том числе От депутатов Да И там по земле Это лоббировал Постоянно толкал И губернатор поддержал А сейчас еще Жердев Алексей Тоже поддержал Зампред Зампред Совершенно верно Как бы с другими мозгами У нас Киры почему-то так Люди не мыслили Предложили Появилась такая программа Очень интересная Понимая что Вот деньги выделяются На 1200 И берутся типовые Проекты школ А сегодня хотелось бы Немножко другие Другого класса Не типовое А знаете Здание оно определяется Например для линтеха Надо же коммуникации вести Кабеля Там все остальное Там уже чтобы серверы были Вот сегодня По 28 школе Вот по новой Мы примерно определяем Там оборудование 300-400 миллионов Это компьютеры Сервера И там Пермский университет Немножко откроет Айны Это пока предварительно Но они Не отказываются Готовы заключить договор С линтехом Да С 28 школы И выделять деньги Программы На то чтобы там Были Там же был огромный бассейн Подводные Беспилотные аппараты Пермский университет Пермское предприятие Пермское предприятие Которое готово инвестировать Потому что и Ребят толковых У кого будут вот эти Модели подводных Беспилотных аппаратов Потом забирать К себе в Пермь Учить за свой счет Ну там уже не в Перме Там есть какие-то Факультеты Возможно Договоренности С какими-то Высшими учебными заведениями И после этого Чтобы не возвращались И они готовы Даже какие-то там Стипендии платить Ну это пока предварительно Но это проект Понимаете Не просто школу Которую мы воткнули И из-за этого Мы пошли на то Чтобы еще на год отложить Сделать новый проект Нетиповой Добиться На федеральном уровне Понимая что Школы и детские сады Новые Это мы к Шевелям Сейчас вернулись Да-да-да Его включили Ну включают Сейчас пытаются Включить в процесс Есть такая Как вот Есть внешнеэкономбанк Государственный банк И появился Несколько лет Дом РФ Вот например В Доме РФ У нас в Кирио Председательства нет Но я там Последние около пяти лет Какие-то инвестиционные Ипотечные кредиты Беру через них Потому что у них дешевле Это даже Это не банковская Это государственный Фактический банк Социальные функции Он не зарабатывает деньги Это социальные государственные нужды И сейчас такая же Программа образования Про Это как раз Рассчитано на то Потому что У оригинальных Нет специалистов Чтобы сделать оценку Или сопостранять Какой-то опыт Современнейших школ Которые Я считаю Ну наверное Одни Зная наш потенциал Образования среднего Да Мы можем говорить Одни из лучших в мире И вот то что делает Там руководство Учительский коллектив 28 школы Линтеха Перенести на эту землю Они ведь сделали Я знаю что фирма Железно Мы немножко протормозили Они на нас откатали В Зубаревском лесу В свое время Проект этого Нового Лицея информационных технологий И фирма Железно Быстрее договорилась Сегодня с Убмуртами С Жевском И собирается строить Я видел даже Предпроектное решение Лицей такой же То есть наш опыт Мы здесь Немножко возможно Отстанем На 3000 учащихся На 3000 Да И там стоимость Далеку Местность-то позволяет А невидно Выделяет участок земли Здесь ведь Почему в Шевелях Мы на 1600 Мы тоже могли бы на 3000 Если бы например Была ситуация Там вот В вертолетном училище У нас там 21 гектар Можно было бы построить Вот здесь Медицинский городок На Московской Вот я знаю Я знаю что прокуратуре Отдают Ну при всем У нас 37 школа Этот район Ее просто рвет У нас нет школ Извините меня Региональная власть И муниципалитет И с местами здесь Не отвечают за федеральные органы Под новые школы А вот школу Можно было бы Современную Построить Даже если построим И в Шевелях Один или не тех Ну давайте Их настолько Я думаю что это будет популярный У нас есть Вятская гуманитарная Есть Клен Есть Физмат Есть Кэппл Я думаю что сегодня же ситуации Построив тут новую школу С сумасшедшими условиями Это сегодня будет Самый популярный Лицей Давайте его Мы такую же еще Если у нас будет опыт Мы учим еще какие-то моменты И построим вторую И более уже современную Например Вот там собирается В Политеховский Здесь знаете Кампус Наш губернатор заявил Да-да-да Неоднократно уже Об этом говорил Давайте мы там построим Инженерные кадры Чтобы взращивать Среднюю школу А что сегодня инженерные Это как раз Вот эти все информационные технологии Так давайте там еще построим Здесь на 1606 А там например на 3000 Может быть да Ну на 2500 Сколько там позволяет территория Давайте клонировать Хороший опыт Тем более родившийся На Авиатской земле Чего сегодня немножко По шевелям Еще хотелось бы уточнить Когда в активную стадию Работать там Ну вот из-за того Что мы сейчас Сделаем новый Индивидуальный проект Насколько я понимаю Под Линтех Более современный И самое главное Там речь идет о том Что может быть 300-400 миллионов Я пока Это предварительно да Только на оборудование На компьютеры На серверы На интерактивные Какие-то Методические Там будет Только вот этот Инженер-рум На 700 метров Будет Отдельное помещение Где будет Вот можно заниматься Условно говоря Моделированием Какими-то Какими-то инженерными Работами То есть прикладными Робототехникой Чего кстати Сегодня в одном Учебном заведении Уже давно Существует Это в 28 школе В Линтехе Почему туда люди рвутся Это ребята Которые Которым это все интересно Они там занимаются У них робототехника По-моему основа робототехники Со второго класса Коллеги Надо Давайте И директоры И учителя Это вот Наш золотой фонд Они как бы Живы В силе Давайте Масштабировать Этот положительный опыт Ну сроки Еще раз задам вопрос Владимир Ну это 25-й год Перенеслось Потому что нам в этом году Это окончание Уже строительства Да То есть я надеюсь Что с 1 сентября 25-го года Линтех откроет Свои двери Для учеников Города Кирова И это будет Знаете Ну там можно будет Я надеюсь Что можно будет Экскурсии водить Это будет Одно из лучших Учеб-заведений По информационным Технологиям В России Ну планы хорошие Планы конечно Серьезные Хотелось бы Чтобы удачно Воплотился в жизнь Этот проект Да безусловно Ну вы Занимаетесь непосредственно Да Один из активных Участников этого процесса Да Я как депутат Политически лоббирую Потому что Очень много было Разных решений Там и предыдущий Министр строительства Господин Селезнев Я знаю Что к нему Рыльский комитет Ходил Два четвертой школы То есть Которая рядышком И просили там Школу в Шевелях Он сказал Там вообще школы не будет Ну тогда Я ему ответил Что коллега Значит Вы не будете министром Потому что городу Это надо Здесь другого места Просто в центре Если мы не построим школу У нас просто не будет места Ну в продолжении Школьной темы История с Расторжением контрактов На строительство Трех школ На проспекте строителей В Зуборевском лесу И в Долгушино Вы на прошлой неделе На заседании Гордумы Достаточно так жестко Тоже высказывались По этой тематике Что дальше Владимир Вениаминович Основной вопрос Что дальше Вот смотрите Нам изначально Депутатам еще Шестого созыва В мае прошлого В марте прошлого года Я жестко выступил По руководству По главе администрации Города Господин Осипов По первому заму Который курировал Там юридические вопросы И так далее И в апреле В апреле месяце По нашему предложению Нет Прошлого года 22-го Мы с Денисом Великим Ерохидом Предложили создать Рабочую группу Депутаты Все это прекрасно Понимали Что то что происходит Это слушайте Это волюнтаризм Это превышение полномочий Если хотите сказать Мало того Мы понимали Что господин Осипов Чем он ставленник Да Давайте будем Открыто говорить Сегодня это понятно И мало того Это уже отражено И у правоохранителя В оперативной информации Что Ну господин Осипов Мы три раза Не принимали решения Мало того Из правительства Даже звонили И со мной лично Разговаривали Как зловой фракции Меня вызывал Конкретно По кандидатуре Вы имеете ввиду Непосредственно Мы его только Вот тогда приняли Еще в 20-м году В июне Мы его избрали Помню Три раза Его отклоняли Кандидатур Как чувствовали Ну за это конечно Стояла больше Оппозиция Ну вот Единую Россию Возможно депутатов И как бы немножко так Прогнули к сожалению Как всегда Хотя там честных депутатов Ну я считаю Нормальных честных Большинство Просто ну вот Я и всегда говорил Ну проявите характер коллеги Но это же важно для города Ну вот Так в общем подозрения Тогда еще Да и в мае В мае месяце На 22-го года На заседании Городской думы Докладывал кстати Зам И член Единой России Этот Алексей Николаевич Который сейчас Я уже не 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 припомню Сейчас вспомню Ваш коллега в общем Коллега Проект прошел Запаздывало Мягко говоря Только в июне Там Прошлого года Коллеги И вот Фактически Вот то что они там Построили Ну за прошлое лето Чуть-чуть Выросл объем А это все так и осталось Хотя мы ставили вопрос Коллеги Вы Поэтому УКС Наш город администрации Не Управление капитально Да Не мог участвовать В приемке Скрытых работ Это фундаментных работ А что они там Наложили Какой цемент По какой технологии Ну вот это Изначально Была В моем понимании Коррупционные вещи Да Но почему-то Никто не прислушался Мало того Человек который У нас отвечает За внутреннюю политику На тот момент Министр Да Пришел на заседание В мае И после того как Вот почти Единогласно Все депутаты Независимо От фракционной Предлежности Партийной Сказали Неудовлетворительной Работой После чего Глава города Господину Осипову Там вынесла Выговор А мы хотели Еще один выговор И уволить его Зараньше Ну вопрос Перешел в политическую Плоскость И в итоге Там губернатор Потребовал Когда уже Вот все Вот все повисло Так это еще было Понятно Ровно год И после этого В мае В июне Понимая Что на конкурс Заявились Вот эти Год прошел Фирма Которая У них Устальной капитал У Монрита Был 10 тысяч По моему было Два или три человека Нет техники Самое главное Нет материалов Сегодня нормально Школы По конкурентной цене Может строить Несколько строительных компаний Я знаю Кировспецмонтаж Которых есть Бетонный завод ССК Там Ну Маяковская фирма То есть те Которые Крупнейшие игроки Нашего строительного рынка У которых есть Бетонное По крайней мере А когда у тебя Ничего нет Слушай Школа будет в три Дорога А это же Конкурентная процедура Мы изначально Нам не нравятся Собственно На субподряд И Да Рассказывают Что брали все Ну я понимаю Там фирма Железная часто берет Строит по такой технологии По девелоперской Да Как бы на субподряд Так она строит Дорогое жилье Выше среднего И премиум класса И это И те школы Которые она построила Ну так это Не эконом класса Они поэтому и говорят И они строят Совершенно по другой Как бы Линеечке Другого качества Планку выше ставят Не средний Да Это не эконом класс Что в общем-то Медлично Например импонирует И было это понятно Но почему-то Никто не прореагировал Я считаю Что вот это упущение Было на тот момент Александр Валентинович Соколов Только в мае 10 мая Приехал в город Он не смог Сориентироваться А вот К бывшему министру Внутренней политики Когда он заявил Депутаты после этого Ну просто возмущались Ну это было Если бы он тогда Среагировал по нормальному Или Александру Валентиновичу Как бы Разложили верно Так у нас бы не было Проблем с монополием И на тот момент Так как они не уложили В сроки По госэкспертизе По всему мы предлагали Коллеги Так давайте мы Просто-напросто Ну отрежем И расторгнем договор Тогда это было можно Тогда и тех денег Еще не было Перечислено Там по 49 Там по 60 процентов По некоторым Нам было бы проще Это сделать И в прошлом году Если бы мы это Расторгли договор Так у нас сегодня Я уверен Если бы там Можно договориться Было бы с Керспе С монтажем С ССК С Маяковской С Железно Они бы пошли навстречу Сейчас-то порядок какой Что дальше-то делать Достраивать нужно ведь Нужно Ну там ведь смотрите Как? Там не только Три школы Какие законные У нас есть пути Мы спасли Четвертую проблемную школу Деньги Это Шубина Ганин И перевели в Шевели Да О чем мы раньше И тут как раз Благодарность Губернатору И там например Комарову Жердеву Которые Ну пошли навстречу Так как Ситуацию быстро въехали И вот поменяли Это так У нас было Четыре проблемные школы И самое главное У нас сегодня В городе По Вислам Монолит Еще захапал Два проекта По строительству Домов Для детей Сирот Переселенцев Из ветхого жилья Социальных Там да У нас сегодня Это появилось Представляете Они были должны сдать Также в декабре Прошлого года То есть это не дострой На сегодняшний момент Там вообще стройки А вообще стройки Там ну что-то Из фундамента Сымитировано Мы буквально Вот недавно ездили У нас два дома висит То есть это Под социальный скандал Еще Так об этом не говорят Слушайте Так это снова Социальный проект И я знаю Что губернатор Там Ну прессе По крайней мере Читал Что подал С тем условием Проверьте-ка На саботаж Я уверен Что это саботаж Когда ты не можешь Построить У тебя нет техники Ты там реально Это фирма Филированная Бывшему Пример Нашему Представителю Правительства Все все знают Он даже не скрывает Этого И когда Ты понимаешь Что это социально важно Это федеральные деньги Это национальные проекты Я понимаю Что губернатор оценивает Я также оцениваю Что это саботаж То есть Сам не могу И другим не дам Еще и собирается Там угрозы есть С той стороны С монолитом И там Полтора-два года Да я вижу С точки зрения юридической Если мы попадем Гражданским путем Это полтора-два года А смотрите по домам Вот мы до последней Комиссии рассматривали Да депутатской Дома были разыграны По цене Вот монолит выиграл 60 65 тысяч Это цена Двухлетней давности За квадратный метр Да А сегодня я знаю В два раза Со строителями Сейчас Ну это себестоимость Понятно Социальное жилье Можно уговорить Сегодня строители Чтобы не построили Например там Ну панельные дома Дешевле Так они сегодня говорят Ребята 65 это себестоимость Фактически И для того чтобы Ну нормально Вот Ну вот хотя бы там Вот-вот-вот-вот-вот-вот Ну это хотя бы 80 тысяч Ну 75 Ну тут трудно Загадывать Потому что ситуация Я понимаю На рынке недвижимости Она очень переменчива Но мы похоронили Эти два дома Фактически По такой цене То есть надо заново Входить В программу По Социальным Увеличив каким-то образом Или добавлять Из регионального бюджета Я не знаю Как сейчас будет Правительство Выходить из этой ситуации Региональное Это не городской Ну как бы не городской уровень Поэтому мы не ломаем себе голову Но это ненормально А вы в курсе что? Как раз Нас еще сняли деньги По двум федеральным Пристроям Это 58-я школа Милицейская 67 И Нововятск 66 Директора Оббегали Все сделали Предпроект Мы не смогли Сделать нормальное Привязать проекты К этим участкам Коллеги Так это по 400 А у нас это тоже проблемные места Это чья недоработка? Ну я считаю Главы администрации И Министра образования Министра строительства Ну и Зампреда На тот момент Там на 21-й год Который в течение 4-х лет Был Фамилия тоже известная Которая курировала И медицину Образование О чем молчали? Вы напрямую Зампред Который курит Национальные проекты В том числе Строительство Социальное Две минуты до рекламы Как дальше развиваться По трем школам События Это будет все-таки Мы будем искать Строительные компании Кто доведет Значит До конца Или что? Там просто противоречивая информация Якобы монолит Оттуда не собирается уходить Вплоть до того Это уже как бы Понимаете Когда ты не строишь А мы зафиксировали Начиная с февраля месяца Фактически стройки не было То есть По объемам Примерно Тогда были протоколы Посчитаны И вот сейчас Сейчас нужно оценить В каком вообще состоянии Находится Я думаю Сейчас Правоохранительные органы Уже ищут статью По этим двум школам Потому что Вы знаете Мы И в декабре Не получим эти школы Мало того И в декабре 2024 года А если мы Официальный перенос уже есть Вроде как На следующий год Ну Пока не знаю По пристроям Мы С нас деньги сняли В июле месяце Вот в начале июня С нас сняли По двум пристроям Так это из 10 объектов И у нас все тормозится У нас С 21 года Мы должны были получить В 22 году В декабре 10 образовательных учреждений 4 школы 6 пристроев Сегодня Ну вот Один с горем пополам И то это было раньше Пролетарская 11 Мы построили Но у нас Правительство области Забрало и отдало Вятской гуманитарной А там 16 школа И она постарел Я знаю Родители сейчас Выносят Пишут петенцы Депутаты городские С этого округа Поддерживают В администрацию президента Кто получит по голове Ну вот тот человек Который в моем понимании Но использовал Какое-то личное Хотя Ну получите деньги Вот этот Квартал То что говорил Галицкий Да Вот это знаете Вятская гуманитарная Свобода и Герцена 20 секунд у нас до рекламы Там стадион И там целый участок Зарезервирована земля Под школы Постройте там Вятская гуманитарная Вот Негосударственный подход Давайте сейчас На небольшую рекламу Прервемся Владимир Журавлев Депутат Кировской Городской Думы Через полторы минуты Мы продолжим Нашу беседу Особое мнение На 101FM Продолжаем наше общение С Владимиром Журавлевым Депутатом Кировской Городской Думы Руководителем фракции Справедливая Россия За правду Я знаю Что много внимания Вы Владимир Вениаминович Еще уделяете Тем тарифам Тем платежам Которые Тратят Социальные учреждения В том числе Школы На электроэнергию Да В частности Вот вы обсуждаете Сейчас этот вопрос И на тепло в том числе Расскажите подробнее Ну Существующий тариф Он высокий Да И ваша цель Это подумать над тем Как бы можно Было меньше платить Ну я считаю Что и электричество Я из чего толкаюсь Есть предложение И в принципе Глава администрации Нас поддержал Но хотелось бы Чтобы услышало Правительство области У нас сегодня Киловатт часа Обходится для детских садов И школ Домов культуры Спортивных школ 10 рублей 61 копейка А в марте месяца Наш премьер-министр Мишустин Михаил Владимирович На совещании с энергетиками Заявил Поставил вопрос Коллеги Что творится у нас На энергетическом рынке Когда докладывают мне Атомщики То есть атомные станции Мы продаем Аптовым покупателям Нас Господином Чубайсом Была создана Несколько лет назад По-моему В седьмом или восьмом году Система Когда есть производители Разделили рынок Есть оптовые покупатели Есть конечные потребители В том числе Крупные оптовые потребители Ну и розничные Слово население И рынок этот разделился И вот сегодня Такой диссонанс Атомщики говорят Мы продаем Оптовикам По 9 копеек ГРЭС Гидроэлектростанции ГРЭС Мы по 59 копеек Продаем А средняя цена На российском Оптовом рынке 4 рубля 50 копеек Он говорит Слушайте Что за перекос В 10 раз А с 9 копеек Сколько Сколько Почти Ну огромный разброс Цен В 100 раз Понятно что тут Не знаю Вопросы справедливости Не знаю Начали изучать вопросы Так вопросы У меня кстати Вот возможно Претензия К нашей антимонопольной службе Вот смотрите Почему не отслеживаете У нас есть производитель А производитель у нас один Фактически Ну монополист фактически Это Пау Т-плюс Которая производит И электрическую энергию На ТЭЦ И тепловую энергию И горячую воду То есть это монополист Почему за ним не смотрят Не следят Да А почему Их же фирма Я Так как они часто К нам приходят И сбытовики И производители Тепловой энергии Немного не общаются И они скрывают Что это фактически Аффилированные две фирмы Это что запрещено на рынке Они фактически Управляют Сбытовой компанией Поэтому цена растет Им никто не противодействует Я считаю Антимонопольная служба Недорабатывает Да Поехали в Нижний Новгород Уже съездили Изучили опыт Там 4 оптовика В Нижнем Новгороде Из них Одна муниципальная И депутаты Коллеги Нижегородской области Нижнего Новгорода Говорят Коллеги Вы от них не ждите Это бизнес Бизнес Они всегда будут Задирать цены Пока мы не создали Свою муниципальную компанию И у нас не было Возможности Их заставить работать И сегодня Не создали Мы так же У них же там Каскад вообще По Волге Каскад ГРС Они покупают Покупают готовые Там и Балаков Есть Саратовская область Атомная станция В общем Нам говорит По перетокам Цены совершенно другие Слушайте В разы Там В Нижний Новгород Для муниципальных нужд Тариф дешевле Нижний в более выгодном положении В этом отношении А у нас С точки зрения Электроснабжения Россети сегодня Прекрасные Там везде есть тарифы Вот Не хотел бы говорить Но вот я считаю Что Для Наших школ Сегодня 10 рублей 61 копейка Детских садов Там домов культуры И так далее Других учреждений Коллеги Мы можем сегодня уйти Там Ну пусть Если средняя цена 4,50 На оптовом рынке Ну 4,60 Она будет для нас А может быть И 4,50 Там То есть вы говорите о том Чтобы муниципальная компания Созданная Она бы исключительно Оптовыми закупками Да Заняла Конечно Она покупала И продавала бы По оптовым ценам Здесь нашим Своим потребителям И возможно Ну я знаю Что там Насколько мне известно Населению Там ну 4 рубля по-моему Сегодня киловатт часа Ну вот Я живу в квартире С газовой плитой Там порядка 4-5 рублей за киловатт Вот Аналогично Поэтому мы бы могли На этом рынке Создать И облегчить Нагрузку Сегодня никто У нас проблема И в России По нормальному Вот в моем понимании Никто не занимается Доходами Населения А Кировская область Не самая богатая Ну мы знаем А тарифы Это у некоторых До 30 процентов У некоторых пенсионеров Даже и больше уходят Это все Что касается электричества Такая же ситуация По теплу У нас есть Этот же монополист Который нам Ну предлагает Сегодня там 2 400-2 500 Тариф на тепло На гикокалорию Мы начинаем общаться С газовщиками А как известно Вообще Россия Газ Это наше Зостояние А недоработка Вроде как пока еще Да Киров Киров по газификации Сегодня на одном Из последних мест В немовском федеральном Нам власти обещают Прорыв В этом отношении Сделать В ближайшее С приходом Вот это просто Революционные изменения При Чиликине Александр Ющик Коллега мой Кстати глава фракции Дина Россия Депутат Которым у нас Понимание полное Есть потому что Человек занимается Он чистый хозяйственник Он не занимается Политикой Он двигает И столько инвестиций Которые сейчас В область Он уже второй или третий год Втаскивает Но это что Это революционно Это без Ну прецедент Молодцы просто Очень хочется Как бы его поддержать В этом плане И Что получается Получается Что сегодня Монополист Нам говорит Вот у меня затраты Такие А Населению Тариф растет Плюс у нас Это концессия Которая У меня к ней Есть очень много Ряд вопросов Но это дорогостоящая Игрушка И самое главное Неудобное Вот видите Мы сейчас перекладываем Магистральные трубы Воровского Мы только положили там Асфальт Сделали Благоустроили У нас раскапывают И все равно Кладут вот эти куски Вопрос в несогласованности Да вы опять В неудобстве Самые большие И ну Весь мир уже говорит И живет квартальными Котельными Теплоэнергетики говорят Что иначе нельзя От этого зависит Наша безопасность Давайте мы сейчас сделаем Потерпим А потом будет хорошо Сложно сломать Вот эту техническую систему Но коллеги Давайте строить Газовая котельная Мало того С 1 марта этого года Указ президента Путина Сказал Все социальные объекты Должны быть Если новые Это с газовыми котельными А к старым Есть программа Бесплатно подвести газ Вот к этим школам Кстати вот Есть ли места у нас Владимир Вениаминович Чтобы строить их В центре города там же Вот смотрите какая ситуация А тепловые трассы У нас есть места Вот эти огромные трубы Особенно магистральные Которые от ТЭЦ Тащат сюда тепло И по мнению экспертов Тепловиков Они говорят Ребята нам Приходится подогревать Возу Воду Представляете ТЭЦ 5 ТЭЦ 4 Чтобы притащить В центр города Через ТТП Да Но это нужно еще раз Подогревать То есть мы Смысла нет Почему не гонят Ту горячую воду Так они еще на ТЭЦ Производят электроэнергию Я их понимаю И тут возможно не только там Условно говоря Какие-то Косяки Условно говоря Теплоэнергетика И электричество Это та система Которая сегодня Технически Это все равно Что ездить сегодня На каких-то Ну на старых автобусах На дровах А сегодня Можно газовой котельной С труб Достаточно быстро Использовать Те же Магистральные Трубопроводы Которые принадлежат Городу И сегодня Вот смотрите Какая ситуация Все трубопроводы Прилежат нам Все трубы тепловые Мы их сдаем В аренду КТК Структура ПАУТ-Плюс Коллеги И в то же время Мы сейчас По 10 объектам Я считал Для того чтобы Подключить Вот эти 6 Образовательных Учреждений 6 пристроев 4 новых школы Мы За подключение Должны заплатить 200 миллионов рублей КТК ПАУТ-Плюс Хотя сети-то наши Вот эту ситуацию Тоже надо менять С чего это мы должны 200 миллионов платить А если мы строим Газовая котельная Так это остается В собственности В том числе и города Мало того По нашим Сведениям Мы поговорили там Проехали по крупным Предприятиям У которых газ Которые этот опыт Испытали Слушай Срок окупаемости Срок Сроки окупаемости Просто несколько лет И мы получаем что Сегодня проблема Школами Детскими садами Например отопительный сезон Когда начать Вот помните В мае этого года Была такая ситуация Было тепло Мы отключили тепло Во всем городе А потом раз Похолодало И мы вынуждены В школах В детских садах А это получается Для Вот это для монополиста Ему просто невыгодно Он заново нагревает Все пошел Вот это все Как бы производить Все это делать Это на самом деле Не так и выгодно Но мы дернули А когда Вот У тебя Кнопка У директора Школы Заведущей Когда нужно Она включила Газ природный И пошло Отопление горячего Когда нужно Выключила Все Там не надо Объявлять Начало сезона Она определяет Сама Плюс Там стоят Газовые счетчики Используешь Газ идет Не используешь Вот Все как бы понятно К сожалению Да Время истекает Нашей беседой Владимир Журавлев Депутат Кировской Городской Думы Спасибо До новых встреч Спасибо Я прошу поддержки Правительства Области Населения Для того Чтобы Давайте сдвинем Это даст Электроэнергия Это Все реформы Начинаются Социальные Особое мнение На 101FM